Доброе утро, друзья! Завтра Старый Новый Год и сегодня самая подходящая ночь для гаданий. Как вы думаете, кто в нашей студии новый гость? Прошу любить и жаловать. Мира, здравствуйте, Мира. Мира, скажите, пожалуйста, сразу, вы верите сами в приметы? Анечка, подожди, пожалуйста, одну секундочку. Мира, вы гадалка, вы маг, как правильно вас представить? Скорее, я просто ведьма. Просто ведьма? Как это прекрасно, в 8 утра. Итак, просто ведьма верит ли, продолжаем к вопросу Анны, переходим, верит ли просто ведьма в приметы? Да, конечно. Причем у каждого человека есть свои приметы, не просто общепресненные. Но и бывает, что по стечению жизни человек создает для себя свои приметы. Свои собственные приметы. Вот у вас какие, например, приметы есть? Допустим, я не люблю вторник, считаю его пустым днем. И ничего не начиная во вторник. Ну, то есть вы так решили, что вторник для меня это, ну, как бы, ну, так себе денек. Паша, ты знаешь, все, приметы мы поговорили, давайте перейдем уже к гаданию. Да ты моя хорошая. Я очень сильно хочу, ну, потому что сегодня тот день, когда гадания сбываются, понимаешь? И, Мира, вы ведь правильно погадаете мне, что все-таки все случилось. Ведущие служебным положением в студии, понимаете? Значит, Мира, скажите, пожалуйста, я понял, Анна уже в предвкушении, на что можно гадать? То есть это тоже человек сам определяет? Да, конечно. Обычно человек обращается к гадалке, когда не может сам решить какой-то вопрос, либо сомневается и в затруднительной ситуации. Анечка, в чем ты сомневаешься? На что гадать будем? А мне вот интересно, а может быть, Мира может сейчас взять и сказать, в чем я сомневаюсь? Может быть, она и это тоже может выяснить. О, чудо, о, волшебство. Да, для этого надо было снова разложить. А что это называется? Как это называется? Это руны. Руны, да. То есть вы... Раскладывайте, пожалуйста. На самом деле, можно заново как это все правильно сделать. Сейчас будут показывать наши операторы. Можно свечку чуть-чуть сдвинуть? Да. А вы нам прямо показываете способ, как вы это делаете. Вы думаете... Да, конечно, конечно. Надо настраиваться обязательно. Еще лучше, когда вы сами вытащите три руны, задаете вопрос и вытаскиваете руны. Вопрос задает человек про себя или вслух? Вслух. Почему? Потому что мне их надо будет интерпретировать. Ага, так, задавай вопрос. Так, останусь ли я работать, вы прямой вытаскиваете. Три руны. Как вытаскиваете, так и кладите. Раз. Дальше. А на вторую? Второй вопрос? Нет, это все... Один вопрос на три руны. Так, хорошо. Да, да, это чтобы более точно... Какие камушки. Да, но у вас будут сомнения. Вы будете думать, что можно будет куда-то перейти. У вас будут предложения. Боже мой, вот, оказывается, что. Интересно. А что там? Гадают на людей, на вторые половинки, на бизнес? Да, гадают на все. А чаще всего? Чаще всего на что? Чаще на любовь. На любовь. Да, это движущая сила человечества, и поэтому... Анечка, хочешь, мы тебе погадаем? Я вот тоже хочу. Ты знаешь, у нас вчера была прекрасная новость. Марина Гест третий раз стала мамой. Да. Мы ее поздравляем тоже сегодня. Всей студией и всем эфиром. Да, мне хотелось бы узнать, выйдал я замуж и когда? О! Годите. Что же ты знаешь? Вот прям дальше. Итак, друзья, гадаем на вторую половинку или целого человека. Я вот достаю белый камушек, мне кажется, что он... Это очень хороший камушек. Ты же почему-то подумала, и тут с глазиком еще камушек. Да, да. И причем вы будете жить в доме мужа. Боже мой, это, кстати, очень важно. Господи, у него и дом есть, но вот свезло-то человеку, а. Скажите, а на руках вы гадаете вот только руны или нет? Нет, я руны, да. А вообще? Вообще я гадаю еще на картах Ленорман и на Тару. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас случилось так, что у Анны все ее запросы, ну, скажем так, позитивные, да? Случается ли так, что человек задает вопрос, выкладывает руны, и вы видите негативный исход ситуации. Как вы сообщаете об этом? И надо ли в таком случае сообщать об этом человеку? Вы знаете, на самом деле я стараюсь смягчить ответ, но сказать все равно. Почему? Потому что люди приходят гадать, чтобы исправить какие-то ситуации, правильно? Человек пришел, не надо себя программировать на то, что вот у меня будет плохо и все, это будет. Можно есть время, чтобы это исправить. Для этого мы и существуем. Так, хорошо, то есть любой, вот на данный момент мы погадали Анне по поводу дома мужа, понимаете, в котором она будет жить. То есть, а может случиться так, что это он к ней переедет, да? Да, есть время это все исправить, завестись хорошим домом и его позвать к себе. Ну, то есть все нагаданное можно поменять? Для того и гадать, чтобы узнать и исправить что-то. А вот скажите, пожалуйста, а вы сами себе можете погадать или нет? Вы знаете, как правило, я гадаю себе, когда у меня есть вопрос, идти ли, например, на ту или иную передачу, или какой у меня будет день. Да, я угадаю. То есть, сегодня вы погадали правильно, поэтому вы здесь, да? Сегодня было все позитивно. Еще один вопрос. А сколько времени вы вообще этим занимаетесь? Ну, то есть, вот, ну, это как-то, этому учат, это от природы, откуда это берется? Да, это почему, то есть, к этому как-то... Развивает, наверное, в течение жизни. В течение жизни, да, это, то есть, есть к этому тяга, желание это знать. И когда узнаешь, ты уже начинаешь, то есть, становишься не теоретиком, а практикой. Сколько лет практик? Да, вот скажите, сколько лет. В течение уже пяти лет я вот практикую вот на людей. И еще один вопрос, пожалуйста, скажите, а сколько раз можно вообще гадать? Вот вы мне сегодня погадали, и можно ли еще или нет? Да, конечно, но чем реже, тем лучше. То есть, если есть ситуация, можно гадать. Прямо безвыходная, что вот ты сомневаешься где-то, то тогда реши. А на будущее, допустим, на что-то лучше раз в год, раз в пол. Вы знаете, у нас есть тоже штатный, штатная гадалка, так скажем, и она, и она обязательно нам расскажет астропрогноз, но пока что мы посмотрим. Но чуть попозже, Мира, Мира, спасибо вам огромное. Мы благодарим за то, что вы сегодня были с нами и начали это утро, дорогие друзья. Ну, а далее выпуск новостей. После мы вернемся и расскажем. Мода на боль. Новый флешмоб захватил сеть интернета. Увидим чуть позже. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok